Итак, доброе утро. Я проснулась от звука ножа. Мама, покажи, как ты её разделывала. Я в телеграм записывала, но голосовое, а не видео. Понятно, вот так мама разделывала циклу. И это всё одна, чтобы вы понимали. Она весила 7 килограмм, и вот мама с ней разделывается. И что из этого будет, расскажи. Полезное варенье без сахара. Вместо конфет, которые очень вредные. Мама сказала, что вы подумаете, что она меня не хочет кормить. Это действительно так. Сос, помогите. Вружка? Нет, правда. Бутерброды. Хомячишь? Не, у мамы просто бывает такое настроение, когда она хочет заняться правильным питанием. Но я не люблю, когда у неё такое настроение. Я думала, никто не любит. Смотрите на эту морду. Так вот каждый день. На, мой хорошее. На, чуть-чуть. На, тыковку. На, мой маечек. На, доченька, съешь тыковку. Нет, я не люблю тыковку. Спасибо. Здороваюсь с вами снова ещё разочек, потому что в прошлом кадре мы с вами так, ну и не увиделись. Всем привет. Привет. Сегодня я снимаю новый влог. Влог, пока я не знаю, чему будет посвящён. Вот. Всех рада очень видеть на своём канале. Если ты впервые на канале, то обязательно подписывайся, оценивай это видео и пиши комментарий. Кстати говоря, хочу напомнить вам про то, что в прошлом видео сейчас идёт розыгрыш, конкурс бокса. Бокса косметики, бокс уходовой косметики и также вкусняшек. Всё это в одном боксе. Поэтому, если ты ещё не участвуешь и вообще не знаешь про этот конкурс, то скорее приходи на предыдущие видео. Я постараюсь не забыть и оставить вот здесь или вот здесь подсказочку, поэтому переходи. Мы с вами переместились в ванную и последнее время, особенно, ну не последнее время, а в принципе каждую зиму, я начинаю по-новому умываться. Я убираю совершенно полностью из своего рациона уходовых косметических штучек. Гель, скраб и всё, что связанное, что можно наносить на лесу и вот так вот тереть, стереть, стереть, защищать, типа того. Потому что после того, как я смываю либо гель, либо скраб, либо пенку для умывания, у меня вот здесь вот и так как бы сухо из того, что холодно, а из-за этих средств у меня влазит воспаление. Это не прыщи, это нельзя назвать какими-то глинчками, не знаю, ну короче, не прыщи. Это просто красные точки, которые невозможно выдавить и это типа раздражения. Но это скорее всего есть раздражение из-за того, что наверное я пересушила как бы лицо. Но я не пересушила, это потому что летом я спокойно пользуюсь этими средствами и всё в порядке. А зимой из-за того, что на улице всё мёрзнет и сушится, и ещё добавляется гель, и получается вот здесь сухость и раздражение. И также, ну вот здесь раздражение, на Т-зоне, в общем, вот здесь. Самые сильные это вот здесь и вот здесь. Поэтому зимой я полностью убираю всякие гели-скрабы, они у меня вот там просто стоят забитые в стенку, и я ими не пользуюсь. Я просто умываюсь водой и водой очищаю, так скажем, своё лицо. И потом даже, когда вытираю полотенцем, оно и так получается сухое, высохшее. А если я ещё и с пенкой, то оно в два раза высохшее. Так как у меня на данный момент нарощенные ресницы, кстати, я видела все в токе, видео попалось, что правильно говорить не нарощенные, а нарощённые. В общем, не знаю, как правильно, но имею в виду, что если что, я знаю, могу правильно говорить, но мне удобнее говорить нарощенные. Из-за того, что они у меня нарощенные, я очень редко крашусь, потому что, ну, как бы и так выглядит лицо, ну, типа, с ресницами, а что ещё нужно. Но так как мы пойдём гулять, и я хочу быть ещё красивее, красивее, что мне сегодня за... ну, что-то думаю, как правильно произносить слова. Ну, в общем, ладно, неважно. Хочу быть немножечко посимпатичнее и подкраситься. Вот, поэтому приступаем к макияжу. Как обычно я говорю в видосиках, посмотрите, как я выгляжу до и после. Но на самом деле, вот с нарощенными ресницами мне и так нравится, как выглядит моё лицо. Вот. Потому что, ну, красиво. Кстати говоря, я наращивала их 25-го числа. А сейчас у нас число 15-е прошло сколько? 20 плюс-минус дней. И они уже подлысели, облысели немножечко. Выглядит не так презентабельно, как первую неделю. Но это, наверное, логично. Но мне кажется, что, по идее, они должны носиться немного дольше. Девочки, кто ходит с нарощенными ресницами, скажите, сколько они у вас держатся. Потому что мой максимум, сколько я ношу вот в приблизительно вот таком виде, типа презентабельном, когда ещё можно ходить, это месяц. После, как проходит месяц, уже остаётся, ну, типа, одна ресничка здесь, одна ресничка там. И здесь три реснички. Ну, типа, неравномерно и некрасиво. В общем, мой максимум это месяц. И при этом я не умываю ресницы. Но в том плане я, как бы, их умываю, когда это происходит случайно. Когда я забываюсь, это бывает раз в два за месяц. Вот. То есть, как бы, я за ними очень сильно ухаживаю. Не наношу на них вообще ничего и не трогаю, в принципе. Ну, максимум, что я делаю с ними, это расчёсываю. Вот. Как у вас это происходит, будет интересно почитать. Ну, точнее, даже не интересно, а знать мне нужно, как бы, это дело в мастере, что он плохо справляется. Или месяц, это норма. Та-дам! Макияж готов. Мне очень нравится, как получилось. И ещё у меня появилось желание накрасить губы. Мы только что приехали с мамой из торгового центра. Я ничего там не снимала, потому что снимать было нечего. Мы просто походили, особо ничего не нашли, но купили несколько вещей. Не вещей, но и вещей. В общем, я вам сейчас покажу сначала, что мы купили. И потом покажу, что обещала вам показать. Вещи, которые я приобрела за эту неделю, за позапрошлую неделю. Ну, в общем, недавно. То, что я вам не показывала. Ну, во-первых, мы зашли в Галамарт и купили щипчики, потому что мои щипчики уже не презентабельные. Они вообще не отрезают кутикулу, а просто щипают. Ну, в общем, мне нужно было срочно поменять щипчики. Я хотела заказать на Вайлберси. На Вайлберси они были довольно-таки дорогие. Ну, как нормальные. Нормальная цена, но можно было бы подешевле. Ну, я хотела подешевле. В итоге эти щипчики стоили 219 рублей. Это очень дешево, как мне кажется, для щипчиков. Почему щипчиков? Для кусачек. Кусачки. Это кусачки. Я не знаю, почему я их щипчиками называю. Вот. В целом, вроде бы, на точке неплохая. Но за 219 рублей, я думаю, цена качества, в принципе. Потому что мои, они вообще, им невозможно сейчас сделать что-либо. Поэтому я, собственно, и решила, что пофиг возьму. Если нет, то уже закажу на Вайлберси. Также в Гламарте мы взяли эти спонжики, ватные диски смывать макияж. И в Сенсее мы зашли, посмотрели. Там, кстати, очень большая распродажа сейчас. Новогодних всяких вещичек, украшений. Чашки очень красивые. В общем, мне понравилось ассортимент Сенсея. Вот. Из вещей тоже большие скидки. Но из вещей, как бы, я ничего себе не подобрала. Но зато мама нашла, опять же, на распродаже себе 2 футболочки. Вот такую футболочку. Ну, она такая, типа, обычная, как бы, домашняя. На дачу работать. Или просто одевать, там, под джинсовку. Ну, или просто летом футболку куда-то там в лес. Куда-нибудь еще. В общем, она стоила 100 рублей. Такого кораллового цвета. Пыльно-пыльно-розового. Не кораллового, скорее. Ну, за 100 рублей, в общем, отличная футболка. И еще тоже за 100 рублей. На той не осталось скидки. На этой осталось. В общем, вот. У Хаки цвета. Почему-то она, кажется, на камере серая. Но на самом деле она зеленого цвета. Хаки. У меня закончились тетради. Потому что началась новый сезон, скажем так, обучения. И которые я покупала вот недавно в Ашане. Я уже все их расходовала. Ну, уже завела их, как бы. И мы зашли в канцелярский магазин. Взяли вот такую вот тетрадочку. Прям первую попавшуюся вот такую тетрадочку. И еще вот такую тетрадочку. Ну, 24 до 100. Это на философию. Скорее всего, семинарские предметы. На семинар, короче. Вот. И нужно будет еще сходить в Ашан. Купить еще парочку тетрадей. Именно для семинарских. Потому что я купила только на лекционные занятия. Извиняюсь за броку. И последнее, что находится в пакете. Это пакет с пакетом. А еще в одном пакете находится из Бургер Кинга картошка фри, медальоны сырные, луковые колечки и сырный соус. Мы не доели с мамой. А выелись. Поэтому взяли с собой. А я на днях... Ну, как на днях? Наверное, неделю назад купила себе новый тональник в Литуале. И знаете что? Я разочарована. Не пахнет ни в чем. В общем-то, он очень сильно сушит кожу. Я думаю, что на лето это будет хороший тон. А вот сейчас им пользоваться вообще не то, что нужно. Он подчеркивает каждое твое шелушение. И даже если у тебя его нету, он все равно подчеркивает. Вот, допустим, сейчас на мне тон, который у меня закончился практически, вот такой. Его использовать зимой самое удовольствие, потому что он убирает все недочеты кожи. Он довольно-таки жирный. То есть его обязательно нужно перекрыть пудрой. Потому что он и так как бы жирный, а если его не перекрыть, со временем он вообще будет блестеть на твоем лице просто как лучше, чем хайлайтер. Вот. И сейчас, если вот так вот присмотреть, я приближусь к вам максимально, он вообще не видно ни одной шелушинки на моем лице. Вот особенно тут, у меня обычно здесь очень сильно шелушит кожа. Но он ее просто перекрывает, и лицо выглядит прекрасно, идеально. И нигде не шелушится. Это же даже на щеках находят какие-то шелушинки. Хотя их там, ну, не может быть, и их там нету. Я испачкала вас в тоне. Следующую покупочку я начну рассказывать под историю. Перед Новым годом мы поехали с родителями Ильи, собственно, с Ильей и мной, в ленту, чтобы закупиться там какими-нибудь подарочками и, ну, едой. В общем, предновогодняя суета. Все в какой-то момент разошлись, и я осталась одна. Я всех потеряла, и мне как бы делать нечего. Думаю, стоять не хочу просто так на одном месте. Пойду, тоже посмотрю, что тут есть, может быть, что-нибудь найду. И передо мной, перед моими глазами стоит полка духов. А я, в принципе, хотела себе купить новые духи. Мне очень понравились в ритуале, кто знает, императрица. Она была очень по большим скидкам. Она стоила 5000, что-то 100 мл, в общем, самый большой флакон. Вот, но что-то мне как-то было жалко отдавать эту денежку. И я думаю, ну, потом еще как-нибудь продумываю, что еще будут скидки. В общем, найду себе духи какие-нибудь попозже. Не сегодня, не завтра, ну, короче, как-нибудь. Вот, и, собственно, в ленте перед моими глазами стоит стенд духов. Я подхожу поближе. Ну, у меня в голове в ленте сложные, мне кажется, хорошие вкусные духи. Потому что цены там 250, 150, 350, 350, это был максимум цена. Вот, и я беру первый запах, я его нюхаю, и я просто в него влюбилась. Это одни из самых вкусных духов, которые я когда-либо нюхала. Нюхаю дальше, все остальные говно. Ну, типа, вообще ни один другой запах мне не понравился. Это очень странные запахи были. Но первый запах мне так сильно понравился, что я его купила. Я дала понюхать Илье, маме Илье, и они тоже сказали, что это очень вкусный запах. И удивительно, что он стоит всего 250 рублей. И, в общем, вот. Духи за 250 рублей это просто фаворит мой в этом месяце и в следующем. В общем-то, для зимы это самый тот запах. Насколько я помню, сзади на коробочке было написано там пион. В общем, короче, вот эти духи пахнут цветочным запахом и конкретно вот пионом. И немного чем-то цитрусовым. И еще одни из покупочек. Я думаю, сейчас в кадре я сольюсь просто с обоями, с своей одеждой, в которой я сейчас. И то, что я вам сейчас покажусь. У меня какой-то бзик начался по этому цвету. Вот поэтому. В общем, начнем с еще одной новой покупочки. Я купила дней 5-6 назад себе джинсики. Уже успела в них походить. Они вот такого же цвета, как мой костюм. Оливкового такого. Я их купила в Glory Jeans за 1000 рублей по скидке. Я их случайно просто чисто заметили моих. И я сразу пошла, померила и взяла. Потому что это мой размер. Он идеально сел в талии и по длине. В общем, все идеально. И цена тоже прекрасная. Я не знаю, сейчас померю, наверное, чтобы вы понимали. В общем, джинсы. И еще одна вещь. Ее мне подарила Ангелина. Вот такую вот косточку. Long sleeve. С длинным рукавом. В общем, такого же цвета, как джинсы практически. И как мой костюм. Предлагаю померить. И чтобы вы оценили, как это выглядит на мне. Потому что так это не совсем понятно. В общем, как по мне, я превратилась в лягушку. Что за бизик пошел с этим цветом, я не знаю. Но в целом мне нравится. Вроде бы мне этот цвет подходит. Я уже привыкла. И уже продолжаю покупать этот цвет. Не останавливаю себя в этом. В общем-то, вот. Сам long sleeve и джинсики, которые я приобрела. Мне нравятся, как они сидят. Они подошли идеально по размеру. В талии, везде. В общем. Вот так вот. Мне нравятся. И они еще очень удобные. Тянутся прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok